Мы с Серёжей знакомы много лет, мы их не будем подчеркивать. Вы сказали в самом начале, что много-много лет Серёжа вас вдохновляет. Скажите, на что он вас вдохновляет и сколько лет он вас вдохновляет? Серёжа, я не знаю сколько. Ну, на 2014-е, по-моему. Друзья, нет? Юховской. Ну, нет, ничего, ничего. Я тогда. Я тогда, 5, наверное, 6. Нас, я бы так сказал, нас подружил храм. Вот, при храме существовало молодёжное объединение. Понятно, что у всего Юхова, как говорится, начинание есть какое-то завершение. Ну, мы рады и тому, что вот мы там поднакомились. Как говорится, посмотрели много выступающих. То есть, мы часто были просто зрителями, не только вот Серёжа, как на сцене. Он туда постоянно приходил на любые выступления. Это мне всегда приятно было. И я очень доволен, что у меня есть такой товарищ, который даже не пафосно будет назвать другом. Нет, правда, я к слову «друг» очень отношусь, ну, скажем так, осторожно. Потому что сейчас вот не будем называть социальные сети, но строится схема общения людей, отталкиваясь от того, что люди спешат попасть в список друзей. А неважно, знает он человек, говорит, не знает. Если у них что-то общее, главное набрать огромное количество друзей и потом этим кичиться. Нет, «друг» — это очень такое святое и дорогое понятие вообще. «Друг» — вот из друзей, вот сколько мы общались, и в храме, и Серёжа меня приглашал и на другие концертные площадки, другие коллективы, где он в составе театральных коллективов выступал, как актёр, исполняя вообще вот роль его пошелшину. Почему я вообще был тронут? Потому что мне это произведение, во-первых, до этого было прежде всего знакомо с пластинки, где Сергей Юрьевич Юрский читает то, что я потом увидел в исполнении Сергея. Я просто был в восторге. То есть это вот сравнение такое, ну, не знаю, я не спешил польстить Серёжа, а просто я ему дал понять, что получилось хорошо. Я думаю, что вы открыли для нас еще одну грань Серёжиного таланта, и, может быть, в этих стенах пройдет моноспектакль. Серёжа может как чтец выступить. Можно сделать парафраз. Да, совершенно верно. Я думаю, что есть возможность у нас для этого замысла. Я думал, он не будет возражать, если в самом деле сделать вот такой моноспектакль. То есть... Есть к чему стремиться. Да. И даже я вот хотел бы посоветовать, ну, не выходя из кадра, но, в принципе, дело в том, что не надо стесняться Пипетра и выставлять текст, читать с листа. Так делают на концертах, конечно. Нормальные явления. То есть я часто бываю на мероприятиях, где люди поют с листа, и это нормально. Зачем напрягать голову воспоминаниями и переживать за какие-то опасения невыученного текста. У нас столько информации, просто нереально. Всё запомните. Чем хороша наша Каспийская гамма, что действительно мы здесь обучаемся, мы здесь пробуем. Происходит такая проба Пипера, потому что выйти на большую публику невозможно без того, что вот нет такой вот площадки, где ты учишься владеть микрофоном, владеть голосом, реагировать на публику. Вот смотрите, у вас женщина как хорошо подметила. Вот то, что нам мешает, оно бы могло нам помочь. Конечно. То есть в принципе, если заранее предусмотреть какие-то технические вопросы, то в принципе здесь очень много чего может. С того же Пипетра можно поставить небольшой плоский экран, сегодня технический, допустим, ноутбук положить на Пипетр, и предоставить возможность того же Караоте. То есть тут главное раскрыться духовно, то есть дать возможность человеку, который, допустим, никогда не пел, но в таком вот узком кругу, в такой, ну скажем так, по-домашнему уютной атмосфере, можно придумать любое мероприятие, потому что у нас нет целей. Вот я вот сколько бываю с Сергеем, может так это некрасиво сказать, переплюнуть профессионалов. Не надо никого. Удивлять. Удивлять. Надо удивляться вообще от того, что мы встретились, что мы там пообщались, что мы бросили все свои какие-то дела, тем более, что, понимаете, вот в такие праздничные дни такая встреча, она, как говорится, удваивает эту ценность, утраивает, потому что это действительно праздник становится праздником. Мы как близкие люди собираемся вместе. Да, да, да. Именно праздник. То есть, ну, у многих все иначе, потому что сразу начинают причины. Ой, праздник я не могу, там, вот именно в празднике. У меня семья, я не могу, а у нас здесь творческая большая семья. Спасибо вам большое, Александр, огромное спасибо. Спасибо вам за знакомство. Я, как и вы, рад здесь, и мне очень понравилось. Кстати, я не в первой библиотеке, мне есть с чем сравнивать. Если я был в других библиотеках, мы, как говорится, там тоже освещали такое интересное мероприятие, посвященное Галичу. Вообще, библиотечная атмосфера, она всегда очень позитивная и, что самое главное, подталкивает на вот этот процесс познавательный. На внутренний рост, правда? На расширение внутренней границы. Это самообразование, это самое главное. Мы же, мы же чертаем информацию, мы встречаемся и друг в друга, друг в друга чему-то учимся. Я у вас, вы у меня, громко сказать. Совершенно верно. Спасибо вам. Спасибо, до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо всем.